Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Скиф и Енот. Сегодня мы проведем распаковку настольной игры Mythic Battles Pantone, которую нам релизно предоставил Эд, который сейчас оператор. Поможи его. Привет. Ну что, друзья, приступим к распаковке. Мимо этого я скажу, что, конечно же, он открыл, потому что нам приехала с кикстартера. Вот такая вот здоровенная коробка. Вау! И ждал, наверное, полтора года. Да. Она очень тяжелая, к несчастью весы мы не взяли. Но... Вау! Килограмм 7 весит, я думаю. Точно. Нас сразу же встречает огромная коробка. Картонный органайзер с миниатюрами. Да. Ну, по-моему, отложим. Вкусненькая она попозже. Пластиковый органайзер с миниатюрами. Ох! И целый тон карточек. Сейчас мы сначала все достанем из коробки, а потом будем по очереди обозревать. Обозревать. Это памятки игроков, судя по всему. Их, соответственно, здесь 4 штучки. Здорово упакованы. Немножечко картона для жесткости. И поле. Поле здесь оно большое. Сейчас мы достаем оставшееся. Еще немного картона. И... Какие-то... И целая игра правил. На четырех языках... Нет, на двух языках. На английском и на французском. Вот одна суть. Так, целая... целый ворох правил. Боже мой, как играть в эту игру? Не хватит. А нет, под правилами что-то еще спряталось. Вы не поверите. Надо перевернуть коробку. Ура! Жетончики деревьев. Карточки чудовищ. Вот сейчас я поближе к камере поднесу. Вот такие вот карточки на древнегреческих богов. Вот. Аккуратная сторона. Сейчас. Жетончики. Это колонны, которые будут выставляться на поле, а не сборные. Собираться. Деревья. Ммм... отсылка к консольной игре Фотосинтез. Ну или Кроссмастер Арена. Там тоже есть деревья. Вот. Очень много. То есть поле будет насыщенное. Коробка. Обратите внимание. Вот с каждой стороны достаточно уникальный арт. Ну, представление героев, богов. И обратная сторона коробочки. Ну что, теперь мы узнаем сначала, как выглядит поле. Их тут два. Их тут два. Ух ты. Тут два. Это, возможно, два соединяются в один. Так. Видимо, какое-то подземелье. Вот одна сторона. Я надеюсь, что все видно. И обратная сторона поля. И подземелье с лесом. Нет. Ну, это, скорее, уже вход в подземелье. И вторая часть поля. Сейчас узнаем. Может, они соединяются. Получается одно большое. Нет. Это самостоятельное. И все участки поля пронумеровано, если не видно. Так. И это что это значит? Да. Часть. Хотя нет. Это, судя по всему, вход в храм какой-то. Ну, поля здесь достаточно стандартные по размеру. Переступим к самому вкусному. К фигуркам. Точнее, к миниатюркам, извините. Поэтому уберем. Убираем. Убираем. Как в лицах. Давай. Пусть им вручают. Вам эту честь открыть. Итак. Что у нас тут есть? Есть много фигурок. Плачка. Арганатель. И это у нас какой-то минотавр. Сразу бросается в глаза. Вот такая. Вот такой. А вот, кстати, мне уже проспойлили, что есть одна бракованная миниатюрка. Какая должна быть с совой. И в итоге она тут без совы. Да. Которая должна быть у нее на руке. Но Эд уже написал производителю. Может быть, ему повезет. Ему вышлась новую. Об этом мы сообщим в комментариях к этому видео. Смотрим дальше. Миниатюрки очень подробные, очень красивые. Наверное, мы покажем штучек 7-8. Чтобы вы понимали, насколько много их. Насколько они здорово проработаны. Вот. Это один из богов. Наверное, бог войны. Вот такой вот очень красивый. Такие вот ребята. А я пока пехоту наберу. Которая будет гибнуть. Скопья. Которая. И видимо какая-то. Женщина-змея. Ой. Пехота. Не подать. Вот такая вот пехота. Судя по виду. И еще один бог. Такой не кислый. С щитом на спине. Не часто встречающийся человек олень. Ну, в природе мы встречаем их, конечно, много по городам. Это скорее кентавра лавень. Ну да. Верно кентавра лавень. И что-то. Парень с копьем. Он уже был или не был. Он уже был. Или не был. Хорошо. Ну, основную часть мы представили. Этот тоже был. Перейдем. Да. Перейдем к следующей упаковочке. Следующей. Которую мы доставали. И аккуратненько их туда положим. Сладко только туда я. Вот. Здесь у нас представлена плита. Здесь надо как-то сидеть и представлять их. Так. Это у нас цербер. Трехголовый. Очень здорово. То есть даже хвост. Обратите внимание. Хвост. Крюк. Надеюсь, что он будет такой же сильный, как и... Он скорее всего на него ловит рыбу. Вот. И осьминога. Тогда это может быть какой-то монстр противный. Снег не хочет доставаться. Давай мы его снизу попробуем поддавить чуть-чуть. Ты тяни, а я добью. Я боюсь. Все понятно. О! Yes! Какой большой и злой. Вот такой большой и здоровой. Красивый. Кстати, на поле обычно 4 квадрата. И вот такую штуку поставить. Она просто съедает половину поля. Дальше у нас... Ух ты! Вот в своем маленьком пакетике идут... В моем случае... Я пока еще не могу представить. Это, судя по всему, что-то для персонажей. Как видите, там есть обозначение здоровья, ловкость, сила, защита. А у тебя что? А это, видимо, какая-то ежевика. Ха-ха-ха. Она поправила. Ну, в общем, что-то красное. Какие-то... Какие-то ресурсы, видимо. А, кубики, кубики. Нужно больше кубиков для этой игры. Вот. Ну, кубики кастомные, но более-менее классические кастомные. Такие мы уже встречали в игре... Думаю, где-то встречали. Дарк Сол. И... Карточки. Карточки. Их много. Они запечатаны. Перекололы. Ну, я думаю, мы можем без ножа справиться. Скрываем? Скрываем. Скрываем. Хорошо делать. Как же мы будем играть? Скрываем. Значит, скрываем. Сильно ленивый. Ты ленивый. А я попробую подолбаться. Чуть-чуть. Вот. Ухать. Как-то упаковали. Одновременно скрыли. Да. Смотрим. Рубашечка вот такая. Сейчас она... Ой. Вот. Вот. Вот такие вот персонажи. Не знаю, как видно, но... Вот кто-то дает. У меня попался сразу вот четыре карточки Зевса. Так, тут много. Давайте, наверное, как-то вот так сделаем, чтобы что-то хоть было видно. Пиши, пиши. Или не было видно. В общем, много карточек с героями, с персонажами и, наверное, с монстрами, я не знаю. Но это, видимо, с персонажами. Так, кстати, у меня попались карточки с этой девушкой, которая с собой, которая без совы, но здесь она с совой, да? Вот такая вот должна была быть сова. Она, в общем, красочная, яркая и... Но, кстати... Так, посмотрим, что будет. Что-то новое или то, что уже было. Что-то новое? Что-то новое. Неизвестно. Что-то новое. Представляешь, там сейчас карточки золотые будут? Золотые карточки. Ну, знаешь, как кокаи. Посеребренные. Сусальные карточки с сусальным золотом. Ну, игра, говорят, полтора года шла, да? Ну да, пока нанесешь, что сусальное золото на карточке. И так, ну тут какие-то, видимо, карты боевые, я так понимаю, или что-то такое. Тут много. Тут какие-то другие идут. Синие. С красивым артом. Да, много карточек, много фигурок, много миник, много всего. Поможи. Так, теперь мы немного отодвинем базовые компоненты игры. И пусть Скиф введет в эту игру дополнение кикстартерное, которое шло, так сказать, Пандорас бокс. Или как-то так. Вот, коробка вот такого размера. Я надеюсь, ее видно. А вот базовая коробка. Они одинаковые, что по толщине. Ну и по весу. Я не могу сказать, что она сильно отличается. Может, даже это тяжелее немного. И мы же узнаем, что может быть такого в лопе, что коробка такая же по весу, такая же по размеру. Вторая игра. Подарок. Сразу голосается от голоса. Такой вот замечательный мешочек. С названием игры. Вот. Вот такой. Такая же у него какая-то предыдущая. Еще одни. У меня тебя на тюрьке. Так, давай, наверное, что-то я попробую. Что-то прошло. Я сейчас карту вытащил. Чтобы было за что-то потрите. Потому что здесь коробка больше. Спасибо. Больше пакет. Да. Так, это я открыл. Что-то пошло. Не так. Стой. Да вот. Настолько всех компонентов много. Воу. Смотрите, насколько она огромная. Она, наверное, потолще будет. Дополнение и миниатюра больше, чем в базе. Окей. Вот такой вот пластиковый органайзер с миниатюрами. Еще один. Еще карточки. Причем, видите, разбиты на тоненькую, на маленькую. Я не знаю, что-то. Уплотнитель в форме коробочки. Уже приятно. Карточки с богами, которые придут. И опять вот на дне угольную. Угольную картону. Ну, в принципе, такое же. Все, все вытекнулось. Ура. Это мы пока отставим. И вот так вот они выглядят. Похоже, если игре не просто не помешает органайзер, она просто нуждается в нем. А возможно, такой же, как у серпа. Дикбокс серп. Тоже самое вот. Дикбокс мифик батлс. Четыре места еще персонажей, монстров и всего остального, что тут можно найти. Да, и еще вот кикстартерный подарок был маленький. Вот такой вот в коробочке. Что-то уже скрипнет там внутри. Отдельный Акласс. Монстр Акласс. Бум. Мы начнем пить. Он держал на своей спине. Постанем. Вот такой вот он большой. То есть, смотрите, я его ставлю на ладони. Ладонь у меня не маленькая. Он занимается почти всю руку, всю ладонь. Вот. И карточки в комплект не шли, они идут в вазы. Скажем так, в дополнение. Эти карточки идут. Ну что. Приступим в этот раз самого вкусного. Не будем вентилитомить. Давай. Здесь такая хорошая карауга. Так, что он? Да я открыл с этой стороны. Ты открыл с этой стороны? Успел. Да. Успел. 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 Змеи. У меня просто здесь в глаза колонны. Не часто встретишь в игре часть... Как считалось сказать. Змеи, причем они разные. Вадим на колонн, разрушенные и целые, чтобы не перепутать, что у нас лежит. Девочки, еще один кентал с рогами или с шапкой с рогами, вот такой, с хвостом. Посмотрите, насколько проработаны крылья у девушек, и вот щупальцы, то есть эти маленькие гладкие, крылья даже просвечиваются, не знаю, видно здесь или нет, но они тонкие, как будто это настоящая летучая мышь. Еще один воин змей, и какие-то зампаки, наверное, не знаю. В общем, они выглядят как трупы. Качество на высоте. Мы недавно проводили распаковку The Swar of Mine русского издания, так там миниатюрки все были подпошены, в отличие от английской версии. Они похожи на те паучков, которые есть такие мышки и мистика, если вы слышали, да, такого? Да, хорошая игра. Но здесь они намного поменьше, но они тут тоже есть. Вот такие вот три шикарные дамы, я уже в них влюблен, а если их покрасить, это будет просто вау. Конечно, очень радует качество игроков. И это только первый уровень органайзера, первый из трех. Не хватит, не хватит. А нет, первый из двух, просто первый из двух, да. Но тут, как бы, очень много мелких. Я черт девочек беру. А нет, девочки закончились, только одна девочка, вот. Вот такая вот дама, и к ней, забыл, это не называется, рогатые фауны, да? Минотала. Не-не-не. Фауны тут могут быть. Вау. Чем-то напомнило дюну, да, друзья? Где? И вот такие вот ребята. Скелеты, что-то еще, какая-то девушка, много всяких мелких миниатюв. Так, покажешь уже два монстра, смотрите, его надо просто отдельно показывать. Макросъемки, наверное. Ну что, у меня два простых персонажа. О, гермес. Гермес и не гермес. Улочник. Здесь предводится. Вот такой. Придводится. Вот такой. Пехота, видимо. Ох, жрата какая. Столько менее. И есть он такой большой. Обратите внимание, похож на голема. Насколько он проработан, то есть эти мелкие детали. Это ж надо было постараться. Хвала к стартеру, друзья. Фух. Ну и распаковочка. Да. Основную массу мы вам показали. Больше вы сможете увидеть в нашем фото обзоре. Который будет у нас в группе. Ссылка. А, да, тут еще остались одни монстры. Столько миниатюрок. Вот еще. Ух, птицы у нас. Они друг на дружку очень плотно. Так, стоп. Получается надо вот этого голема. Он держит эту птицу. Птица держит другую птицу. Ух ты. Не достанешь. Да. Какой Тетрис. Так, я достал. Кого-то похожего на медведя оборотня. В общем, у меня Грифон. Повезло. Большую достал миниатюрку. Такой вот Грифон. У меня вот тут не один. О, я достал великана. Здесь еще чуть-чуть. Очень отвороженный. Дубинкой, открывашкой для бутылок. Пива. Да, можно даже консервной все-таки. Ну, зато... Граб не хочет. Такая вот... Некраб-скорпион. Вот такой скорпион. Или это даже девушка. Или нет. В общем, сами можете рассмотреть. А у меня... Непонятно кто. Стервятник. Судя по всему. Да. Еще волки тут. Всячески. И собаки. Вот такие волки и собаки. А у меня Пегас. И воин на Пегасе. Мечта детства, да, друзья? Сейчас я... Ну и не будем доставать. Еще волки и собаки. Так. Это в сторонку. У нас осталась целая тонна карточек. То есть, это игра... Много карт. Кокаин с Варгеевом. Вот, смотрите. Вот это вот. Это из допа карточки. Их достаточно много. Давай, ты начнешь с чего-то? Я начну с чего-то. Как всегда, Лень меня победит. Лень тебя победила. Я вскрываю ножом. Черт с ним. Ну, кстати, здесь очень хорошая мягкая упаковка. И не глянцевая. Имеет шансов повредить карточки при вскрытии. Вот. В руке вот так вот это все выглядит. И здесь карточки есть. Ну, как всегда, на юнитах карточки. Сейчас найду какую-нибудь симпатичную. Вот карточки от Псов. Псов войны. От Поклов. Очень прикольный арт. Мне нравится. То есть я уже много игр поиграл. У них очень. Действительно, это неплохо. Еще. Вот тебе волшебный нож Лени. Вот такие волки еще. Будут, видно, это хорошие собаки, а это плохие волки. Что здесь еще интересного? О! Вот этот голем. Он зеленый. Очень красиво будет. Так. Смотрим еще. Карточки Арта... А, нет. Карточки Феникса. Я вам его показывал. Действительно мощная штука. И здесь вот по характеристикам его 5 звезд. Ммм, выдержанный Феникс. Как каньон. Да. Лев. Ладно. Оборотень. О, Грифон. Классика настольная. Карточки богов. Арес. Фина. Зевс. Не помню, как он читается. О, на этой игре надо стать об ограничении 18+, друзья. Сейчас вы узнаете почему. Карточки богов. Я тут такое нашел в колоде у себя. Это дополнительно. Аптолаз, кстати. Ну, я так понимаю, это лун. Вот. И такая вот памятка. Итак. Это конечно еще не 18+, но это уже 16 плюс ограничение. Приступим к следующей колонии. А внимание. Посмотрите, какая замечательная карточка. А где эта фигурка? Где эта миниатюрка? Надо обязательно ее найти и посмотреть. Неужели она такая и там есть? То есть она действительно голая. Надо будет поискать. Фотообзорчики. Мы обязательно их сфотографируем вместе. Миниатюрку и карточку. Так. Что еще? Здесь есть контент. О. Сейчас. Секундочку. Женщина-скорпион. Калода. Карабашка. И погнали. Другая опять памятка. Еще там какая-то... Что-то цветное. Не знаю. Так. И пошли опять боги. Много плов. И еще боги. Другого цвета есть. Яркие, красочные. Опять же. Блестят. Ух, как красиво нарисовано. Ну, это, видимо, Расса. Так. Фух, еще приколол. А тут я свою-то смотреть не могу. Обратите внимание, какая она несчастная на картинке, хотя вроде бы женщина воина, уже уставшая. Да, просто бухала много, поэтому... Устала бухать, видимо. Аклас. Вот карточки из кикстайра, ну, к Атласу, который шел в дополнительной отдельной коробке. Да. Вот они были в отдельной коробке. Ну, и такие, они не всегда. Вот такая вот замечательная... Ух, какая тут замечательная пара. Я вам ее покажу следующая. Сначала вот такая вот девушка Афродита. Друзья, Афродита! И вот пара лучников. Ну, лучников. И вот они лучники. Парочка идут. Вот такие вот, друзья, лучники. Ну, и смотрим, что у нас здесь. Да, это, собственно, монстры, я так понимаю. Да. Вот такие собаки те же. Воины. С характеристиками. А у меня вот такие вот. Вот такая парочка образовалась еще одна. Что-то я их начал парами ставить. Да, ладно, пока посмотрю, что тут есть. Нет, тоже у меня тут столько всего. Вот, я говорил, это фаун. Это был фаун с рогами. Вот я его нашел здесь. Вот такой вот паренечек рогатый. Очень много женских персонажей. Угу. И вот. Ну, в общем, достаточно много тут. Змеи, пошли монстры большие. У меня опять характеристики. А у меня девочка и парень, кстати. На Бегасе. Похож на Диабло. Ух, карточек-то как много. Я, наверное, не буду дальше показывать. Потому что только фотографии смогут передать всю красоту этих карточек. Ух. Так. Так, последняя пачка. Давай, последнюю. Замываем. И еще у нас есть что-то еще. Чтобы показать. Ой. Что-то. Руки-крюки. Наверное, да. Держи. Так. Опять памятка. Что-то вылетает. Опять цветные штуки. Опять боги. Искать крестиками. Все как обычно. Зеленые. Желтые. Красные. Тихо. Вот такой вот. Войн смерти. Это по взгляду. Представляете, на эту игру покупать протекторы. То есть, здесь надо будет, наверное, минимум штук 500 протекторов. Благо, хоть один формат. Купил несколько пачек одного формата и радуешься, не думаешь, где-то найти, где-то найти. Купил защищать надо, да. Потому что карточки не под лен еще. Поэтому, конечно, если бы они были под лен, возможно, они бы не были красивыми. Ну что, мы покажем еще одну коробочку. Я понимаю. Да. Это последняя коробочка. Купил. 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 Замечательно. Называется... Ладно, не буду наковеркать. Да. Judas of the underworld. Ну, то есть, какие-то подземные... Ух ты. Она аня. Я думал, она заклеенная. Нет, слава богу, не заклеена. Не заклеена. Тут еще дополнение у нас. Ух, 4 миньки. Три миньки. Вот. Такое небольшое дополнение. Немножко карт. Двухуровневая, ага. Давай пока я заоткрою. А ты миньки пока показывай, я пока достану карточки. Ну, карточки тут тоже есть. Вот они. Планшеты. Стандартные. Ну, как и в игре яско мной. Три картонных планшета Героев Герои, боги Качество, конечно, в этих Качество хорошее, но, друзья Та-да-да-дам! Так, еще какие-то Это, судя по всему, для планшета Такие же, как и в базовой игре Чтобы отмечать характеристики И, собственно Что входит в дополнение Миниатюрки Так, еще поди достань Ох Давай карточки пока Давай, наверное, покажем В коробке Нет, держи, вот на все И там просто достать Я периодически мильки достаю вредные Они не хотят достаться Это вообще какой-то Прозрачный гонщик, только без Мотоцикла, я так понимаю Или похожим на него человек Покажу еще этого паренька Это какой-то тоже Демон ада Такой Итак, друзья Игра очень большая Здесь около 100 Плюс миниатюрок И в них есть еще дополнения Но везде У нас Нам дали на распаковку Две больших коробки База и ДОП Коробка Кикстартера Которая больше нигде Не будет Вот такую Подарочную Коробочку Маленькая Кроме этого, друзья Есть еще Пять коробок Тандартного размера Квадратного Представляете Масштабные Тригеры Ну, об этом Наверное В следующих выпусках Также вы сможете Найти больше Фото и Видеораспаковок В нашей группе Вконтакте Фейсбуке Ссылочки, конечно же Внизу Все Пока-пока, друзья Все хорошо Субтитры сделал DimaTorzok